здравствуйте с вами снова эквименеджмент свитой козловой сегодня мы заканчиваем большой разговор на тему корпоративная культура и мне захотелось поговорить не столько о конно-спортивных клубах сколько о самих конниках ведь если мы будем лучше как люди будут лучше наши клубы и выше корпоративные ценности до этого момента мы говорили о том как сделать наши клубы успешными и рентабельными а также о том что именно клубы в которых мы работаем могут сделать для нас сегодня я предлагаю подумать что мы можем сделать чтобы стать лучше и принести максимальную пользу нашим клубам и конному спорту в целом готовы тогда поехали люди спорта как никто другой заражены вирусом побед мы хотим побеждать и в работе и дома не побеждать для нас подобно смерти победа это тот же наркотик поэтому даже если вопрос не стоит выеденного яйца нам все равно важно победить как же это отражается на нашей частной жизни уверена что каждому знаком такой сюжет вы с мужем или женой решили поужинать вы предложили один ресторан а ваша половинка другой и вы согласились с его или ее выбором еда оказалась паршивая и сервис тоже оставлял желать лучшего могу поспорить что вы весь вечер ворчали по этому поводу говоря что если бы мы пошли в тот ресторан который вы предлагали все было бы иначе к сожалению я сама так часто делала и вместо того чтобы насладиться общением и вечером я выгрызала мозг критикуя выбор или еще сюжет у вас трудный день и в разгар этого круговорота звонит мама и рассказывает о каких-то волнующих ее мелочах что чаще всего мы говорим в таких ситуациях ну примерно следующее мне сейчас некогда заниматься такой ерундой ездила поважнее перезвоню когда освобожусь собственно мы прекрасно знаем что совсем несложно сказать мамулечка я тебя очень люблю и обязательно помогу тебе решить все эти вопросы но чуть позже как только освобожусь но мы так не делаем а знаете почему потому что знать и делать не одно и то же хотя зачастую чтобы стать лучше нужно просто перестать делать определенные вещи просто не огрызаться и не отмахиваться а когда близкие или коллеги предлагают свою идею сказать отличная идея спасибо но у нас же это не обязывает сделать так как предложили поэтому мы можем просто сказать спасибо но нет мы говорим неплохая идея или да знаю я это и этим мы роняем ее ценность ниже плинтуса а ведь на самом деле нам ничего не стоило отреагировать иначе мы годами вырабатывали свои убеждения и видим мир в соответствии с ними то есть мы не хотим видеть реальность тяжелее всего изменить восприятие на этот счет есть теория когнитивного диссонанса теория показывает что человек в случае рассогласования диссонанса испытывает фрустрацию что заставляет его скорректировать либо свои убеждения либо свое восприятие реальности у меня были периоды когда я осознанно работала над собой и дерзила близким не перебивала коллег старалась не критиковать я делала это несколько месяцев но один раз я не выдержала и разнесла нерадивого сотрудника поменялось ли мое поведение за эти несколько месяцев до безусловно но не поменялось восприятие меня стоило мне единожды проявить несдержанность все подумали но по-прежнему это делает также часто происходит обратное не меняется поведение но меняется восприятие как-то раз мне посчастливилось оказаться на лекции одного из самых влиятельных мыслителей в сфере менеджмента маршала голдсмита говоря о нашем искаженном восприятии действительности он в качестве примера провел выдающийся эксперимент он спросил у кого из нас на руке часы с римским циферблатом и несколько человек подняли руку я в их числе нас пригласили на сцену и предложили не глядя на свои часы нарисовать римскую десятку а затем римскую четверку мы все нарисовали айви далее маршал голдсмит задал нам вопрос сколько лет у вас эти часы ответы были 5 7 9 10 лет вы готовы поставить деньги на свою правоту на то что 4 на ваших часах написано именно так как вы изобразили спросил голдсмит мы все сказали что готовы один парень сказал что весь бумажник готов поставить а теперь посмотрите на циферблат разрешил маршал никогда в римском циферблате не пишут айви всегда четыре палочки мы стояли пораженные каждый из нас носил свои часы много лет мы смотрели на этот циферблат ежедневно и не видели что четверка пишется как четыре палочки в чем мораль наша убежденность в голове блокирует наше восприятие действительности все что мы сегодня с вами обсудим очень важно для работы и карьеры важно для развития корпоративной культуры в наших клубах но еще важнее для личной жизни с высоты своих 52 лет я могу сказать никогда не ставьте работу выше семьи посмотрите сколько великих конников провели последние годы жизни в одиночестве это была плата за то что они всегда отдавали приоритет работе но как бы они не вкалывали всю жизнь и чем бы не жертвовали ради дела их чаще всего забывают на следующий день после того как они отходят от активной практики я тоже жила работой пока не столкнулась тяжелой болезни преодолеть которую мне помогла моя семья и я сделала для себя выводы особенно не стоит пренебрегать отношениями с детьми когда они маленькие они очень в нас нуждаются но когда они вырастают мы нуждаемся в них и так стать лучше не так уж и сложно нужно просто перестать делать определенные вещи вы замечали что по мере роста нашего статуса наше предложение даже если мы этого не хотим становятся приказами я предлагаю десяток разных идей ежедневно совсем не думая о том что для моих коллег это руководство к действию если бы хотя бы в 50 процентах случаев мне удалось бы промолчать я бы доставила своим коллегам меньше головной боли и вообще я заметила что чем дальше я держусь от клуба тем лучше он работает поэтому прежде чем что-то сказать задумайтесь не выпаливайте первое что приходит в голову просто задайте себе вопрос улучшит ли то что я сейчас скажу ситуацию или отношения с тем с кем я говорю также и дома те кто имеет детей меня поймут сколько раз по какой-то ерунде мы пытались что-то доказать ребенку особенно подростку ну и чем это закончилось да да не очень-то хорошо правда и еще один пример из жизни вы за рулем автомобиля ваш партнер муж жена рядом впереди светофор который уже переключился на желтый стал оранжевым а вы все не сбавляете скорость что мы чаще всего отвечаем на реплику красный да да именно это какого черта я по-твоему слепой или идиот я двадцать лет за рулем ну или что-то в таком роде однажды я задумалась почему мы кричим на сидящего рядом человека и ответ мне не понравился это наше эго и гордыня наше высокомерие ведь нам ничего не стоит просто сказать спасибо также сказать спасибо прекрасная идея когда коллеги дают нам совет и еще одна знакомая всем проблема назовем ее проблема супер умных каждый из нас на себе ее испытывал когда ты не понял и переспросил в ответ услышал что не дошло ты что тупишь а всего лишь стоит перестать критиковать помогать больше судить меньше это оценят и близкие коллеги но кто будет против если мы будем помогать больше и судить меньше думаю никто а выигрывают от этого как наши близкие так и наши коллеги есть огромное количество инструментов для получения обратной связи относительно конкретного сотрудника от его делового окружения один из самых эффективных и популярных 360 градусов метод анонимного опроса группы непосредственно взаимодействующих с человеком лиц разных уровней иерархии конечно 360 градусов прекрасный инструмент но можно просто обратиться к коллегам и сказать я хочу отучиться делать кто-то помогите мне например давать негативные комментарии договоритесь что нарушитель донатит на благотворительность например уверяю потратишь несколько тысяч и точно улучшишься вовлекайте коллег они помогут вам не важно что вы уже состоявшийся и успешный профессионал успех сегодня не гарантирует успех завтра нам всем нужна помощь помогать не нужно только нарушителю этики просто увольте его никаких споров потому что самое дорогое это время и репутация не спешите меняться до неузнаваемости улучшив что-то одно переходите к другому кто-то так работает над собой годами а кто-то пробует и бросает эту практику все зависит от нас хочешь делай ведь знать и делать не одно и то же никто еще не накачался глядя как качаются другие на мой взгляд самая большая проблема которая требует работы и самоконтроля это когда мы виним в своих проблемах других лошадей тренеров судей только не себя но уверена что все понимают о чем я говорю так вот повторю никаких споров я часто привожу один пример и сегодня я снова проиллюстрирую им свою мысль много лет назад экс-президент федерации конного спорта россии посетил великого конно-спортивного менеджера пауля шокимули но уха у которого стало создание чемпионов он первый поставил процесс выращивания профессиональных всадников на поток из-под его крыла вышли не только бербаум и слоток это йота бейкер и меридит майкл бербаум и сборная саудовская аравия о которой до работы шокимули никто не слышал в конкуре а результат был головокружительным два саудовских всадника попали в конкурный финал олимпиады в атланте и наконец корейская олимпийская сборная которая готовилась к играм в афинах под руководством пауля на взятых у него же на прокат лошадях и прекрасно выступила именно этот кейс собственно и вдохновил нашего экс-президента на обращение к шокимули с просьбой взять российскую сборную под крыло отказ прозвучал как гром среди ясного неба но великий менеджер объяснил свою позицию вот как мой главный капитал это репутация результат и время я не трачу его на споры и убеждения а вашей сборной каждый будет мне доказывать что он шокимули я им не нужен увы подобных примеров было очень много когда ян бы мельманс давал мастер-класс москве в клубе продар он попросил опытную всадницу бросить стремена когда она выполнила его просьбу конь пошел такой рысью который он не ходил ни до не после однако спортсменка прокомментировала это так я член сборной приехала к одному из лучших тренеров мира не для того чтобы ездить без тремян даже не попытавшись понять почему ей было предложено это сделать в 1959 году после выигрыша кубка нации в конкуре на советскую конюшню пришел великий чемпион павел родзянка поздравив наших конкуристов с красивой победой он рассказал о том что именно каждому из них нужно исправить в посадке спортсмены едва сдержались и с возмущением потом рассказывали об этом разговоре упрекая родзянка в том что он посмел учить базовым вещам всадников только что выигравших кубок нации возможно если бы они прислушались эта победа не стала бы последней к чему я это рассказываю к тому что эго для нас важнее всего иногда даже олимпийской медали но хорошая новость в том что все можно изменить мы не можем изменить только какие-то врожденные дефекты все остальное возможно каждому знакома ситуация моя жизнь это колесо я загружен по горло ничего не успеваю о каком саморазвитии я сейчас могу думать но через несколько месяцев когда я сделаю решил запущу справлюсь я обязательно сяду на диету займусь спортом и своим развитием но дело в том что специальное комфортное время не наступает никогда мы не знаем что будет завтра скорость и темп жизни каждый день только увеличиваются просто сделайте что-то чтобы улучшить себя прямо сегодня также если вы хотите чтобы улучшились ваши близкие сделайте это сами ваша среда отзеркалит ваши изменения но прежде чем приступить к работе над собой составьте список того что вы хотите сохранить и не менять сохранить по мере того как будете подниматься выше к успеху и еще если вы хотите быть успешным и счастливым живите свою жизнь несколько лет назад прогноз о том что скоро наркомания будет медийной казался глупостью а сегодня самый популярный на ютюбе канал это канал блогера из норвегии играющего в компьютерные игры а 17 миллионов людей наблюдают за ними только вдумайтесь 17 миллионов тратит на это свою жизнь и еще миллионы живут жизнью разных блогеров и следят за соцсетями людей которые о них даже не знают они то точно живут свою жизнь а вы тратите на них свою представляете сколько у вас появится свободного времени если вы бросите писать посты и комментарии в соцсетях я сделала так полтора года назад могу сказать что моя жизнь точно изменилась в лучшую сторону и так хочу поделиться очень простым инструментом вы пишете в столбик все что для вас важно например отношения с близкими здоровье спорт работа исполнение обещаний и так далее каждый пункт можно разделить на подпункты особо важные именно для вас расчертите на дни недели и выставляйте себе оценку например вопрос сколько раз я пытался доказать свою правоту тогда когда это того не стоило у меня кстати никогда не было 0 или сколько дневных или негативных комментариев я отпустил в адрес других людей это к вопросу о том чтобы относиться к другим так как хочешь чтобы относились к тебе сколько я сегодня прошел шагов посетил ли я врача некоторым кстати такой журнал может спасти жизнь например я 90 дней писала ответ на вопрос посетила ли я врача нет потом мне просто стало стыдно ну я же не клиническая идиотка чтобы не понимать что избегать визита к врачу это глупо кого мы обманываем точно не врача я пошла и что же я услышала я услышала у вас рак если бы вы пришли через три месяца нам бы не удалось вас спасти и так каждый день вы отвечаете на вопросы которые вам важны сколько часов я спал сколько я вешу сегодня сколько я съел в течение дня сколько времени я выделил сегодня для своего хобби и так далее вы обратили внимание что это все активные они пассивные вопросы что я имею ввиду что такое пассивный вопрос это нейтральный вопрос который определяет то что мир должен сделать чтобы изменить вас ведь можно поставить вопрос так почему у меня нет друзей я тут ни при чем одни идиоты вокруг или если у вас четкая цель руководитель дурак и мне ее не поставил то есть виноваты все вокруг только не я активные вопросы это вопросы о том что мы сами можем сделать или просто попытаться все что нужно это действовать и это мы можем сделать только сами есть исследование что если задавать себе следующие пять вопросов ежедневно можно гарантированно измениться к лучшему каждая из них начинается с фразы сделал ли я сегодня все возможное и оценивается баллами от 1 до 10 и так сделал ли я сегодня все возможное чтобы поставить себе четкую цель в жизни или на работе сделал ли я сегодня все возможное чтобы двигаться к этой цели сделал ли я сегодня все возможное чтобы быть счастливым удивительно что многие даже не пытаются задавать себе этот вопрос а большинство ответов на него в мире 5 с половиной балла это три с плюсом по школьной системе оценок но этот вопрос куда важнее чем ответы на любых экзаменах сделал ли я сегодня все возможное чтобы построить здоровые отношения с коллегами и близкими сделал ли я сегодня все возможное чтобы быть вовлеченным в дела моего клуба мы тратим свою жизнь на негатив и чужие проблемы в итоге нам не остается времени на себя своих близких и свой клуб те кто попробовал отвечать на эти пять вопросов увидели положительные изменения в 76 процентах 19 процентов увидели изменения только в чем-то одном а для одного процента жизнь стала хуже эти пять простых вопросов о том что мы можем изменить но как заставить себя это делать отпустить свое эго и свой мочизм и попросить о помощи близких или коллег это своего рода коучинг мы не можем как голливудские звезды нанять себя коучей по диете спорту стилю но мы можем помочь друг другу ведь мы команда главное не оставлять усилий и делать это каждый день очень сложно меняться когда нам комфортно но спросите себя стал я тем кем хотел или еще нет будьте счастливы не тогда когда похудею закончу учебу найду новую работу будьте счастливы сейчас и если у вас есть мечта действуйте делайте все возможное чтобы помогать людям и главное заботьтесь о своей семье когда вас не станет а вас будут помнить именно близкие отложите гордыню эго и каждый день следуйте за своей мечтой мир меняется и индустрия конного спорта меняется возможно вы не победите но вы хотя бы попробуйте стать лучше и создать зрелую корпоративную культуру в своем конно-спортивном клубе итак цикл единства который мы посвятили такой теме как корпоративная культура подошел к концу и я надеюсь что вы нашли в наших программах для себя много нового и полезного для своей практической работы а мы с вами увидимся уже в новом цикле внедрение который обозначен в нашем лого буквой i в заключительном цикле мы поговорим о том как кска может эффективно интегрироваться в современную систему конного спорта если проект эквименеджмент интересен вам а информация которую мы предлагаем вашему вниманию полезно ставьте лайки чтобы это видео попало в рекомендованной и тогда его сможет увидеть еще больше конников которым оно собственно и адресовано с вами была вита козлова до новых встреч а